Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы знаете, одной из самых обсуждаемых тем недели, ушедшей уже, можно назвать эскалацию секс-скандала в Америке, после того, как Кевин Спейс заявил о своем камин-ауте. И у вас, как у главного гейбордца Страды, как вас так называют, журналисты, а есть какое-то мнение, почему, собственно, у нас-то в России камин-аут никто не совершает ни в кинематографе, ни в политике, и только мы обсуждаем американские скандалы. Что ж у нас своего нету? Ничего в этом смысле. Это сложная история с этим, поскольку, с одной стороны, все, кто у нас известные гей-селебрити, в общем, они все и так уже как домашние, такие эльфы некие, знаете, домашние тролли. Чего их обсуждать, и, собственно говоря, поют себе и поют. И слава богу, что наши певцы, какой бы ориентации они ни были, они почему-то, к счастью для нас и к несчастью для Запада, поют ртом. На Западе уже давно ртом никто не поет и не играет телом. Играют, извините меня, задницей, передницей и всем чем угодно. То есть вторичное возвысилось над первичным. Поэтому у нас, с одной стороны, нету общества долбанных феминистов-лесбиянок, потому что вот закон о sexual harassment, который в Америке принят, это закон, который приняли сумасшедшие на всю голову лесбы, гомосеки и левые. То есть все... Да, да, все три, все три исчадия ада, вот, социалисты, гомосеки и лесбиянки и феминистки, да, они все еще эко-веганы еще есть, да. Они все, как бы, вот на эту тему сосредоточены. Почему? Американское общество, оно, к сожалению, очень цинично. С одной стороны, оно декларирует свое паританское прошлое, это правда. До недавнего времени, до недавних скандалов, появление топлес на пляже было абсолютно запрещено в Америке. И я... Сейчас во многих штатах на юге запрещено по-прежнему. Ну, юг всегда был прав, я это помню уже на протяжении двух веков. Так вот, я когда первый, единственный раз в жизни был в Америке, это был 93-й год, да, то... У вас же образование в Америке получало? Нет, это неправда. Это гавайский... Википедия, знаете... То есть это неправда? Вы не учились на Гавайях? Нет, нет, я был на Гавайях всего два дня. То есть в Википедии то, что написано про ваше гавайское образование, это, мягко говоря, не точно? В Википедии, знаете, последний год вообще не заглядывал, потому что меня возмущает. Ну, что же за фигня такая? Ну, вроде с демократией, вроде права человека, но права человека, когда про тебя могут писать всякую бред, всякую фигню, ты им пишешь, и тебя за это банят. Вот, в Википедии, там, мой помощник пытался написать, но это неправда, его забанили, не стали даже обсуждать. Вот, поэтому, собственно говоря, к сожалению, я Википедию не читаю, да. Так, хорошо. Я читаю просто по долгу службы и Википедию, и все прочие источники. И, значит, я так понимаю, что в Америке вы были, вы сказали, всего один раз. Один раз. Я вас перебил, да. В 93-м году, да. По поводу? Я приезжал к своим знакомым. Я в то время, безусловно, я никогда не скрывал, что я вырос на идеях, ну, со школьных лет, будем так говорить, на идеях классического либерализма. Мне очень нравился Людмил фон Мизес. Я здесь, там, заслушивался Ларисой Пияшевым, Борисом Пинскером. И читал многих апологетов, монетаристов, Чикагскую школу экономики еще не уважал, Милтона Фридмана. Я зачитывался Милтоном Фридманом. И поехал туда, к своим знакомым, которые были фанаты Риэн Рэнд. И мы поехали с моим приятелем. Он стал очень-очень серьезным бизнесменом потом. В Америке? Нет, здесь. Здесь. И нам дали права на перевод Риэн Рэнд. И мы перевели почти все, почти всю Риэн Рэнд. Вот откуда это все появилось. Понятно. Я лично переводил одну из книг, частично. Но поскольку по мере того, как я стал ее переводить, я понял, что что-то не то для меня лично. Не конъюнктурно тогда не было. Это было очень популярно. Ты переводчик Риэн Рэнд, вообще супер чувак, вообще все бонусы тебе. Но когда я стал ее переводить, я понял, что что-то мне не нравится в этом. Что-то вот эго, как главный бог, для меня не подходит. И мы разошлись с моим товарищем в плане идеологическом полнейшем. Это который бизнесмен? Да. Он стал правообладателем всех книжек на Риэн Рэнд. Вот, слава богу. Что-то манер фамилии не называть. Я не понимаю. Он же понимает, что это про него. И все ваши общезнакомы понимают, что это про него. Он, поскольку остался таким очень-очень либеральным чуваком, то, ну, мало ли вдруг к нему там скажут, как ты с ним знаком, с этим гомофобом, с жутким. А вы плавить не хотите? Да, поэтому нормально. К тому же у него сейчас не самые простые времена. У кого они сейчас простые? Ну, у кого-то они не простые, у кого-то они не простые, когда человек сидит в тюрьме, да? Вот, или под следствием. Все, это нет, это аргумент. Все, проехали, да. Всегда с сочувствием отношусь ко всем сидящим в тюрьме. Мне очень жалко этих людей. Поэтому вот так вот получилось. И Эйн Рент, да, для меня осталось только в виде, наверное, мы живые, как некая, так сказать, антиутопия. Вот антиутопия у них прекрасно получилась. И я считаю, что Замятин он скопировал с Эйн Рент мы. Или они параллельно это сделали, но абсолютно одинаковые книги. Замятин и Эйн Рент. Но мне очень нравится. А вот мы одинаковые с американцами. Мы начали разговор с того, что есть целый набор скандалов, которые у нас почему-то то ли невозможны, то ли не приживаются. Почему-то у нас идея харассмента. У нас, когда девушки делают комплименты, она же в суд не подаёт. Она как-то воспринимает это, что подают. Знаете, к сожалению, мой опыт жизни в Москве показывает, что некоторые девушки даже очень хотят, чтобы им сделали комплименты. И активно как бы ждут этого. Что касается американцев, то, опять же, я не американофил ни в коей мере вообще. Хотя старая добрая Америка, она очень похожа на нас. И люди, обычные американцы, не вот эти вот гомосятина там веганская из Нью-Йорка, не эти придурки из Сан-Франциско. Я, кстати, там был один раз Сан-Франциско. Для меня это был ужас и кошмар. Я пошёл кофе попить, захожу в бар, там такие чуваки сидят на меня, посмотрели. Я сказал, поганые гомосеки им сказал, всё, и убежал. Оттуда вообще, ну, пошёл к нормальным мексиканцам, там нормально выпили, поговорили за жизнь. Мне даже предложили купить пистолет. Так вот, понимаете, нормальные американцы, они абсолютно нормальные остаются, хотя даже среди них происходит нравственная деградация. Это вы имеете в виду электора Трампа, реднеки, вот всё. Что такое нормальные американцы? Понимаете, в чём дело? Вот как ни странно, правые республиканцы, правые республиканцы, они очень нам близки. Они просто слишком американские патриоты, поэтому они не в контакте с Россией. Но по ценностному набору, если посмотреть отношение к абортам, к вере, к семье, к государству, как к важному институту, сакральному практически, мы с ними очень похожи. Республиканская партия тратит несколько миллионов долларов на пропаганду отказа от абортов, например. К сожалению, через СМИ, как бы это там не было модным обвинять в СМИ, я СМИ никогда не обвиняю. Но, тем не менее, талантливые продюсеры, талантливые менеджеры, они могут влиять на сознание общественное. И безусловно, постепенно, как вот американская стратегия, знаете-ка, не сразу там влупить кому-то, а вот так вот медленно-медленно накручивать круги, как стервятник американский, вот ждать, пока жертва ослабеет. Вот так и в американском обществе. Они постепенно внедряют, имплементируют вот эти ужасные антиамериканские, антиобщественные ценности, неолиберализма. Поэтому, и все идет, естественно, через гомосеков. В Москве такого вот, к счастью, гомосеков много, а ценности они не могут свои внедрить, потому что есть, ну, некий дух. В Америке дух ослаб, в Америке много людей отказывается от традиционных ценностей, потому что им нравится вот что-то современное, модное. И, конечно, каждая курва, каждая профорсетка, вот, которая научилась там рот раскрывать, там, не знаю, стрясти задницей под рэп этот ужасный, негритянский, вот, она тут же начинает кричать, там, мы за права лесбиянок, за права геев, за права животных, мы там отказываемся от мяса, и вообще надо соушел-секьюрити давать всем. Вот, желательно, да. Нет, ну, а почему, почему, пусть, как Мао говорил, пусть цветут все цветы, пусть, почему не разрешить, там, браки с насекомыми? Кому от этого вот хуже? Пусть, как бы, люди самореализовываются, как считают нужным, если это не нарушает Уголовный кодекс той или иной страны. Ну, знаете, вот в Содоме тоже ничего, Уголовный кодекс не нарушало. Но потом произошло прекрасное превращение этих воинствующих гомосеков в шикарную косметику Мертвого моря, которую мы сейчас пользуемся с удовольствием, да? Вот, поэтому, ну, если... Мы не хотим судьбы такой же, знаете, Господь, он же не ерошка. Вот это для атеистов, к сожалению, это не является аргументом. Потом, когда их бабахнет по башке, они уже, как бы, спорить прекращают. Но надо об этом помнить, что разложение любого гиганта, любой империи, оно происходит не через плохое перевооружение армии, не через какие-то там понятные нам причины, да? А главная причина – это нравственное разложение верхушки и так называемой элиты. Рим пал из-за чего? Что армия фиговая была, земель мало было, кто бы это сказал. Рим пал, потому что аристократии, вот все эти, стали там пользоваться мальчиками, там, стали любить искусство всякие свободные, там, поэзию и прочую гадость, да? Вот через что, Павел Рим. Я не говорю, я не буду в поэзии, но просто, когда это становится там жупелом, и все эти утонченные Кирилла Серебренникова становятся государственным главным трендом, обществу каюк наступает. Все, общество не живет. Ни один солдат не будет сражаться за аристократию, которая там, гомосятина и прочее. За Кирилла Серебренникова никто кровь свою проливать не будет, поверьте. А вот за родину, за мать, за семью, за детей, за церковь, за отечество, за императора, за царя будут проливать. По-другому не бывает. Ну, вы говорите элита, смотрите, ну, вы элита, да? Какой элита? Ну, нет, я имею в виду депутатский корпус, люди власти. Это временное явление. Вы же отправляете своих детей куда? В Швейцарию, в Майами, в Лондон. Ну, если там так худо и там все разлагается, то зачем же вы своих чат отправляете в империю добра, чтобы они там набирались вот этого, как вы говорите, веганства? И всех прочих слов не могу произнести, потому что то, что дозволено депутату, не дозволено журналисту. Как вот с этим-то быть? У нас-то как с элитой в этом случае дела обстоят. Это такой вот был синдром, ведь элита-то она, какая элита? Она из народа. А что вы думаете, автослесарь или хозяин автосервиса, там, Бугатти, Жигули, Новобирилёва, он что, если у него будет возможность не отправить, отправит, поверьте, там, отправит учиться куда угодно. Людей-то других нету, поэтому так называемая российская элита, то есть те, кто и стал, это те же самые люди, которые, ну, вот они обычные, и она не воспитана. У нас сословий-то нету теперь с 17-го года, к сожалению, единственное, которое осталось в священнике. Поэтому, да, это вот такой вот небольшой жилобизм в менталитете, который прослеживается, и очень больших людей. Я не осуждаю никого, но лично для себя я считаю, что это невозможно. Так всё-таки к вопросу, американцы и мы, мы одинаковые, как это прозвучало, или мы очень разные? Только мы выглядим одинаково. Выглядим мы по-разному. Выглядим мы по-разному. Я как профессиональный переводчик, гид-переводчик у меня по первому образованию, могу сказать, что выглядим мы абсолютно разно. Потому что, во-первых, это мимика. Другая мимика. Разный язык, разная интонация общения, абсолютно по-другому тренированная мышца лица. У них она более открытая, зубы всегда открыты, вот, более такая расслабленная. Мы чуть-чуть скованы всегда. Скованы вот у нас внутри в голове Достоевский сидит, понимаете, вот это вот Митя Карамазов, вот всё вот это вот, Лев Толстой, всё. А у них нет, у них... У них Селлинджер и Хемингуэй. Понимаете, в чем дело? Нету там никого, ни Селлинджера, ни Хемингуэй, ни Кэтчерин-де-Рай, никого нету там уже. Я когда жил в Америке, а я прожил там три месяца, честно говоря, три месяца у своего приятеля Пола, с его женой, они мне дали комнату в доме своем. Мы решили, прикалывались, пили пиво в ирландских барах. Это Мэриленд, это Восток, это Сабербсов, Вашингтон, Ди-Си. Понимаете, вот я под конец изнемогал, вот реально, я хотел уехать. Мне он предлагал, оставайся, чувак, будешь помощником адвоката, я тебе плачу там университет. Ну, мы были друзья. А у вас английский беглый прям такой, чтобы... Ну, не беглый, я вас умоляю, сейчас он ещё хуже стал. Ну, тогда я говорил, ну так, без проблем, у меня всё-таки диплом был. Вот. И, конечно, я не остался, потому что я страшно скучал. Я страшно скучал по Петербургу, по Москве, по России вообще. Я не мог видеть это примитивное общество, что отличает американцев от нас. Они дебилы многие. Вот реально, я разговариваю с выпускницей хорошего вуза, хорошего вуза, там, Ельского университета. И я понимаю, что да, прекрасное знание технологии управления, менеджмента, там, бизнес-администрейшн, это всё вопросов нет. Но в плане интеллектуального развития, я как человек, выросший на улице рядом с московским вокзалом в Петербурге, я помню, у нас дворники Пушкина читали, понимаете, в чём дело. У нас другое. Вот русский человек стремится к какому-то интеллектуальному самосовершенствованию через какую-то особую призму. Он может бухать при этом, он может быть, там, не знаю, бомжом, да, но внутри он чувствует общность, понимаешь, общие ценности. Он пропитан русской культурой. Американцы не могут быть пропитаны культурой, которой нет. Как, у них есть масс-культ, который потребляет весь мир. Вы же выросли, сами говорили, на песне группы кино. Это рок-музыка. Ваш коллега по Думе вообще говорит, что песни Цоя в ЦРУ писали специально обученные люди. Ну, неплохо написали тогда, могу сказать. Но это для нас гимн был, поймите, мы чуваки, которые выросли на улице. Мы же потребляем продукты, созданные там, рок-музыку. Лучшее кино, это всё-таки, давайте называть вещи своими именами. У нас делаются вещи достойные, но весь мир, в том числе и мы делаем Голливуд. В Америке, правильно, потому что они не сидят, не бегают за государственной сисечкой, понимаете. Дайте нам денежат, отсыпьте. Потому что они пытаются работать, да. Потому что там банки, знаете, это у нас до сих пор там отношения странные. А там дом отнимут, квартиру отнимут, всё отнимут. На улицу выгодят. У нас, разве, не отнимают? Да, у нас есть коллекторы, потому что коллекторы – это часть гомосексуалистов. О, вот это вот. Коллекторы и гомосексуалисты – это новый вид сексуальных возвращенцев – это коллекторы. Я считаю, что их нужно отнять паспорта, лишить всех прав, не принимать ни на какую работу. Те, кто работал коллектором – это нелюди, это подонки, это твариноты. Хорошо, кто-то же должен регулировать. Мы так ушли вообще от темы разговора. Коллекторы – гнойные твариноты. Совершенно понятно, каждый коллектор должен знать, что он проклят. У него на языке вырастет большая-большая опухоль, потому что он своим поганым языком доводит до смерти кучи людей. Коллекторы – это хуже, это, знаете, помой, какашки выгребать. Вы гораздо более достойная профессия, и это нужная профессия. Коллекторы – ненужная. Любой коллектор, знаете, вот вы лучше повесьтесь сразу все коллекторы, потому что вам счастья не будет никакого, и до седьмого рода все коллекторы прокляты. Мне кажется, вы меня все время уводите от темы разговора. О каком разговоре, кстати? О харассменту. Почему в Америке этот институт сформирован, а в России у нас женщины более свободные, более независимые, или наоборот они находятся в каком-то таком загнанном положении? Почему у нас не прижился этот институт, при том, что все остальное у нас, включая Хэллоуин, недавно прошедший, очень даже идет на ура? Ну, ура Хэллоуин не идет. Что касается секшу-форресмента, в чем причина, что страшные крокодилицы, американские, жирные эти жабы? Прям все. Ну, их очень много. Проверьте, вот картинка американки красивая – это очень редкая картинка. Обычно это страшные жабени такие, вот, с такого размера штанами, что даже пивному мужику не снилось. Так вот, они страшные, на них никто внимания не обращает. И они уже настолько, как бы, отвыкли от комплиментов со стороны мужчин, что им кажется, что любой комплимент – это попытка к ним, там, это, их, там, атаковать, да, вот, как в анекдоте. Безусловно, пропагандисты феминизма, они очень внимательно относятся к этой теме, поскольку для них семья – это всегда форма насилия. Семья? Да. Они расценивают семью как обязательную форму насилия и ущемления прав женщины. Вот все эти жуткие флешбобы, когда идиотки делали, там, «Я не боюсь сказать», там, вот эти все крокодилицы и прочие жабы. Почему? Очень хорошенькие девушки писали, в нашем фейсбуке это… Понятно, да, они писали, «Я не боюсь сказать, я все…» Это же все часть пропаганды, очень серьезный компания. Пропаганды чего? Пропаганды феминизма, пропаганды отказа от семьи, потому что главная цель вот всех этих акций – показать, что в союзе мужчины и женщины что-то не так. А почему что-то не так? Да потому что авторы этих концепций, лесбиянки, они понимают, что они ущербные лузеры, они ненормальные идиотки. И им некомфортно ощущать себя лузершами и идиотками. Поэтому они говорят, что вот в принципе семья – это фигня, поэтому давайте вот откажемся от семьи. Три степени сексуал-харрассмента есть в Америке. Если девушка пришла к тебе в офис, у тебя календарик. Ну, приходит девушка на ресепшене, которая сидит в автосервисе, приходит к хозяину автосервиса. Что она видит на стене у хозяина автосервиса? Какой календарь? Там календарь Пирелли с девушками или еще что-нибудь? Ну, понятно, что не картины Третьяковки у него висят. И она, увидев эротическую картинку на стене хозяина автосервиса, увидев эту картинку, заявит на него в полицию в Америке и скажет, он до меня домогался в Третьей степени. Это уже является формой России. Это уже Третья степень? Да. Поэтому в данной ситуации мы не должны копировать это безумие, которое царит. Откуда все это пришло? Еще недавно никто и не додумывался о том, что такое может быть. Но пришли социалисты, пришли зеленые. Как в Америке пришли союз зеленых 90-х. Это же просто кошмар. Это же люди, которые просто ненавидят традиционного клада семьи. Почему? Потому что они все голубые. Им всем ненавидят. Прямо все-все? Да, в том-то и дело. Там же идеология вся такая. Все это антифа, вот это социалистический скам, весь этот вот с немытыми подмыхами, потные, вонючие девки из этих общин, которые живут этими квакерами в домах, понимаете, многопользовательские, не в плане компьютера. Все эти девки, они все... Вот для них все, что касается там семьи, детишек, там папа, мама, родителей, церковь, они настолько это ненавидят, что они пытаются через все свои жабры, ядовитые языки, так сказать, пропагандировать, что это неправильно. Вот и все. Естественно, как любой наркоман, который является наркоманом, он же в голове-то понимает, что он идиот, ненормальный преступник, и его нужно аннигилировать. И почему он пытается сделать вокруг себя всех тоже наркоманами? Чтобы чувствовать себя в комфортной социальной среде. Что не он такой урод, да, а все вокруг него тоже уроды. Знаете, вот что-то у меня здесь не склеивается, потому что вот совершил на этой неделе камин-аут Кевин Спейси. Он сказал, что он бисексуал, а был бисексуалом, решил теперь, определился, что он будет просто геем. Ну, ощущение просто стало. Ну, не важно, он же сразу лишается всяких номинаций. От него контракты с ним разрывают. Поэтому все-таки вот прям ваш тезис о том, что это там приветствуется и доминирует, мне кажется, в американском социуме есть определенное отторжение. Как из душа окатило. Я, помню, так архиджакнулся сейчас вообще, не могу просто. Каких премий он лишится? Да он наоборот сейчас станет самым рукопожатным, рукопожатцем вообще Америки. Это старый американский анекдот, как лучше всего получить работу, если ты одноногая негритянка-лесбиянка, понимаете? Поэтому в данном случае, то, что ты являешься вонючей гомосятиной в Америке, это как бы бонус. Это у нас считается, что, в общем, зашкварно с таким чуваком иметь дело. Почему это у нас считается? Ну, потому что, когда человек приходит на работу и пытается всем продемонстрировать содержимое своих трусов, а именно этим занимается Кевин Спейси, потому что никто его не спрашивает, чувак, как ты проводишь свое время. А он-то признался, почему? Потому что все гомосеки потенциальные педофилы. Это точно я могу сказать. Его обвинили же в том, что он 14-летнего парня домогался. Он сказал, и как себя амнистировать? Только через это. А я вообще же это. Я асексуал, транссексуал, туда-сюда. И тут же, а, все, ему можно, да. У человека сложный путь, он понял свой гендер и туда-сюда. Поэтому он пытался как бы сказать, ну, да, да, вот я гомосятина, вот поэтому меня нельзя осуждать. И через это ты получаешь в Америке некую амнистию на многие вещи. И бонусы. И, в общем, это не секрет, что... Хорошо, но, во всяком случае, если мы говорим о моральном климате, смотрите, вот с чего вообще вот эта волна сексуальных скандалов началась в Голливуде с Харби Вайнштейна, которую обвинили актрисы в домогательстве. И он вылетел с работы, от него ушла жена, от него отвернулся вообще в целом социум. Но там другое было. Он нарушил правила лесбиянок-феминисток. Он стал домогаться до женщин, понимаете? И женщины, если бы он домогался до мужиков, они бы там эти все вонючие, эти лысые толстобрюхи, они бы сказали, о, классный чувак. Вот. А до теток нельзя. Почему? Потому что тетки там тоже такие же. А их скроет мужиков, будет не отличить. Как же? Он занимается абскертингом. Или еще что-нибудь там. Что такое абскертинг? Абскертинг – это девчонкам юбки поднимать. Понимаете? Ну, это просто вот один из видов сексуального насилия, который эти феминистки считают насилием, под хулиганство и идиотизм. Но они считают, что это форма домогательства. И нарушение их личного пространства. И поскольку он стал домогаться до женщин, да, и вот нарушать их права, женщины сказали, а вообще мы, Анжелина Джоли, что она сказала? Все, надоело мне с мужиками жить. Надоело. Я красивая девчонка была, симпатичная, но что-то у меня в голове там поменялось, я стала лесбиянкой. Так она сказала. Ну, она так именно и сказала, мы же все знаем. Видите, нормальная деваха была. Сколько молодых людей считали, что она, в общем, красивая. В молодости она действительно такой была. Но вот у нее поменялось общественное отношение к этому факту, как в Древнем Риме. Поэтому можно быть Прохановым, Альбаци. Для меня, в общем, так все смешано. В Москве просто это так настолько близко все, что, вы извините, я как посол чистых клюквенных речек северной Вальгалы, я увидел, так сказать, все это, что оказывается все фейковое, понимаете. В Москве все фейк вообще. Там все противостояния. Мы отвлекаемся от темы, но это то же самое. Потому что в Москве вроде они все друг другу против, там мочат на телешоу каких-то. А вот ты смотришь, да они же все друг с другом там переспали, перебухали, вот, там тусуются вместе. То есть это все, они нас кормят каким-то фуфелом, вот серьезно могу сказать. Потому что, в общем, понятие там Россия, Отечество, это для них просто элементы профессии пиара, не более того. Вы знаете, я вот не получил, честно могу сказать, ответ на вопросы подготовленные. Давайте задавайте вопросы. Нет, я если что понял, что Россия не Америка. Я не знаю, этому радоваться или огорчаться, но это тот вывод, который я сделал из сегодняшней нашей беседы, за который вам большое спасибо.